Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Зрителей шокировало развратное поведение участников на недавней вечеринке. Лиза Триандафелиди пила вино прямо из горла, а Виталий Малышев запихивал в рот новенькой участнице банан, имитируя половой акт. Отведать банан была не против и Лиза. Чайщиц не стал терпеть такое поведение своей девушки, и Алексей отказался строить с ней отношения дальше. В одну реку дважды не входят, пишет он. Он с Лизой надеется остаться друзьями во взаимном уважении. Даша и Лымарь симпатичен Иосиф Аганесян. Они ездили в ботанический сад, но Иосиф говорит, что девушка его не зацепила и назвал её тухлой. Даша объявила парню игнор. Майя Донцова подозревала, что беременна, но она не спешила делать тест. В итоге Донцова оказалась не беременной, но Купина поразила её халатность и наплевательское отношение на всё. Андрей Денисов отметил на поляне 22-летие. Поздравляем! Рома Капаклы впервые признался в любви Марине Африкантовой. И в первую очередь я признался самому себе, пишет он. Мы переходим на новый этап наших отношений. Ходят слухи, что после драки с Мариной Тристановной Апрамсон, Валера Блеминкранц был выгнан за ворота. Хотя, возможно, его просто дисквалифицировали на время. Тата вместе с малышкой остались на дом 2. Они тоже готовы были уйти, но мама Таты поговорила с дочерью и убедила её остаться хотя бы ради ребёнка. В сети появились фотографии нового дома Жени Феофилактовой. Новое жилище Жени выглядит роскошно. На днях сыну Жени исполнилось 5 лет. Она пишет, что благодаря Даниэлю чувствует себя самым счастливым человеком в мире. На последнем голосовании проект покинула Рома Гриценко. Ольга Бузова, с трудом сдерживая рыдание, ничем не смогла ему помочь. В сети ходят слухи о том, что Ольга Рапунцель попала в больницу с угрозой выкидыша на шестом месяце беременности. Ну а сама Ольга, видимо, ничего не знает об этих слухах. Девушка публикует новые фото и рассказывает о правильном питании и диете. Объявился Винцеслав Фингржановский. Он опровергает слухи о том, что находится на лечении в психиатрической больнице. Мужчина работает над новым проектом, который будет вести сам. Эта программа позволит зрителям иначе на него взглянуть. Глеб Жемчуков попал в ДТП. Он был в нетрезвом виде. Он гонял пьяным по ночной Москве. В итоге Глеб протаранил несколько припаркованных у обочины автомобиль. Оказалось, что сбор средств, которые открыла Кристина Дерябина на поездку в Лас-Вегас, оказался всего лишь шуткой. Эти деньги она изначально планировала отдать на благотворительность. Кристина продолжает сбор средств. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.